Самые теплые, как, наверное, у всех воспоминания, это мамины руки, мамины объятия и поцелуи и пироги мамины. Еще у меня мама очень креативный достаточно человек, и мы все праздники, какие-то шутки, прибаутки, гадания, поиски подарков по всему дому. Поэтому, наверное, у меня очень много с праздниками воспоминаний, и даже сейчас до сих пор продолжается. Я хотела рассказать историю про то, как ко мне приезжали друзья из Швеции, и мы их возили в белорусскую глубинку. Приехали в дом старый, и нам сказали, что ночью местные соседи деревенские могут ходить по домам, чего-то просить, поэтому мы так настороженно ко всем незнакомым людям относились. И вот уже после Нового года, в час ночи, стук в дверь, открываю, стоит звездочет на пороге, очень неожиданно было, в колпаке, в маске, что-то начинает говорить. Я не пускаю эту звездочет в дом, потом к нему подваливает Дед Мороз, там еще какие-то герои разные. И по итогу оказывается, что этот звездочет – это моя мама, которая всех ночью, они всех подвис, подвигла, нашли костюмы, тоже ночью неизвестно как, приехали к нам, чтобы нам, наверное, принести такое настроение праздничное. Вот, ну просто эта история характеризует в целом вообще мою маму и мое, наверное, детство, которое было вот такое всегда необычное, сюрпризами и классное. Я брала с мамы пример. Когда она второй раз пошла учиться, получать свое высшее образование, я тоже, в принципе, всю жизнь училась, как и она, и по ее примеру, ну, наверное, да, это был вот тот самый момент, когда она меня вдохновила. Ну, она все время как-то такой живчик у меня, всегда чему-то новому учится, и, в принципе, такой пример заразительный, мне кажется, для каждого ребенка. Он смотрит на родителя и потом как-то самостоятельно пытается это притворить в свою жизнь. Когда мама решила получить второе образование, да, и кардинально изменить свою карьеру и жизнь, это было удивлением для всей семьи и вдохновением для меня, да, я тоже начала думать, куда мне, как, что мне делать, и, да, это было примером для меня. Это помогло мне, этот пример вдохновил меня на многие годы вперед, потому что в моей профессии надо постоянно учиться, узнавать что-то новое, быть любопытным. Ну, это, в принципе, мама показывала с детства. Постоянно работал на нескольких работах, и я помню вот эти вот 90-е годы, да, когда было вообще нечего есть. Помню, когда уже начали появляться какие-то деньги, и вот совсем недавно, уже в то время, когда я уже зарабатывал неплохо, вот, у меня была там определенная покупка, я сказал то, что я вот сейчас готовлюсь покупать там вот большую-большую штуку. И на тот момент я уже неплохо зарабатывал, и в какой-то момент я прихожу домой, и мама говорит, слушай, я хочу тебе сделать подарок. И она мне дает конверт с деньгами, а там вот, ну, прям очень много, ну, прям, прям действительно много. Я говорю, мама, откуда, откуда у тебя столько денег? Она говорит, ну, вот, я, в общем, копила, я говорю, ну, что ты копила, когда, когда ты копила? То есть, наверное, говорит, постоянно копила. То есть, это вот были все ее деньги, которые у нее были, и она их мне вот так вот просто решила отдать. При том, что у нее все равно там небольшая зарплата, я зарабатываю, естественно, больше, чем она, и в этот момент я, в общем, мне было очень неловко, очень приятно, и да, я ее очень-очень-очень крепко обнимал после этого. Естественно, эти деньги, вот, отдал ей обратно, но это было просто невероятно. Она была уверена, что это сделает меня, может быть, более счастливым. То, на что я сам копил, да, сделает меня счастливым. И у нас будет на один момент больше порадоваться, и для нее это было достаточным поводом для того, чтобы, вот, взять и все отдать. Ну, это человек, который не умеет думать про себя, который думает постоянно про своих детей, который думает про меня, про моего брата, у которой у самой, может быть, там, куча проблем каких-то. Мы, там, взрослые уже люди, мы, не знаю, приезжаем, там, звоним, просто требуем, заставляем маму, да, и мы тебе поможем, что-нибудь, пожалуйста, сделаем. Нет, это классика, когда ты просто звонишь, говоришь, ну, там, мама, как дела? Нет, у нее нормально, ну, ты слышал, там, у братька, там, там, что-то случилось? И там, ну, какая-нибудь мелочь вообще, и ты думаешь, ну, серьезно, тут, ну, я не знаю, у тебя, там, ну, бывает, там, здоровье, что-то еще, да, тебе надо помогать. Она все просто, все себя отдает нам, вот, и вот, наверное, мама в этом получается. Я пытаюсь ее как-то чуть-чуть хотя бы скорректировать, чтобы она вспомнила про себя, что она есть. Надеюсь, может быть, хотя бы этот день будет таким поводом. Мы жили в военном городке все свое детство вместе с братом, и этот городок был известен тем, что там было много ласточек, и они вели свои гнезда на незастекленных балконах. Кроме нас с братом в семье у нас был огромный толстый кот, его звали Маркиз, и он любил гулять на этом незастекленном балконе и наблюдать за ласточками. И вот однажды непогода смыла это гнездо Ласочкино, и оно упало вниз на балкон. Маркиз по счастливой случайности там гулял, а он съел все, что было в этом гнезде, и мы видели уже такую картину, Маркиз облизывается, вокруг него летают ласточки, поочередно нападают на него. Мы, конечно, расстроились, мы подумали, что уже у этой семьи больше не будет птенцов, но у нас была очень самоотверженная семья, и они свили новое гнездо, и в итоге там вылупились птенчики. И вот однажды прихожу я из школы и вижу такую картину. Моя мама стоит на этом незастекленном балконе, балкон находится на четвертом этаже, она стоит на носочках, на цыпочках, в руках у нее разделочная доска, и она, значит, этой разделочной доской пытается закрыть ласточкино гнездо, потому что опять начался дождь, дождь косой, и он сейчас опять просто разрушит гнездо, и опять родители останутся без детей. И вот, значит, начинается гроза, начинаются молнии, дождь усиливается, а моя мама как стояла на цыпочках на этой табуретке, так и слезла с нее только после того, как дождь прекратился. И вот, когда мне требуется какая-то поддержка или поиск внутреннего ресурса, я всегда вспоминаю про этих ласточек, и я знаю, что у меня очень самоотверженная мама, которая может спасти кого угодно. Всегда дает мне силы, уверенности в себе, я расправляю плечи, улыбаюсь и иду дальше. И мы всегда остаемся детьми, пока у нас есть родители. Моё самое теплое воспоминание о маме, оно было не просто в детстве, а тянулось с такой красной нитью через всю мою жизнь. Мы жили с мамой, с бабушкой, с папой в одной квартире, и выдавались редкие дни, когда мы оставались с мамой наедине. И вот в такие выходные, например, мы устраивали девичник, мы шли с мамой в магазин, накупали вкусняшек, надевали пижамы свои и устраивали такие девичные вечеринки за просмотром разных фильмов. И так было не только в детстве, уже когда я повзрослее стала, и сейчас мы тоже иногда такое проводим. Мама для меня это главный друг и соратник по жизни, и вдохновитель, и человек с очень хорошим чувством юмора. Поддержка моя, любовь. Для меня мама – это мой самый главный мужчина. Мама – это друг. Для меня мама – это друг. Мама – это человечек, благодаря которому я точно знаю, что я еще сама малыш. Мама – это друг. Мама – это друг. Мама – это друг. КАШЕНСЯ – это друг.